Ту-ту-ту! И стены здесь говно. Без обоев, без сё... Лярк, ты чего? Что случилось? Что такое? Ах, ты просто греешься, я понял. Хорошо, не буду мешать. Всем привет, с вами Ворма, это игра Mass Effect, которую мы продолжаем проходить. Остановились мы на том, что прибыли на Наверию, и ищем теперь, как нам выбраться из этого здания и поехать к зданию, где находится Матриарх Бенезия, мать Ляра Тисони. Сейчас у меня новую гарнитуру я себе приобрёл. По идее, звук должен быть другой. Микрофон я ещё до этого в геймплее не тестировал. Он достаточно тихий оказался на проверку, поэтому мне приходится его держать прямо вплотную у рта. И поэтому я пока ещё не знаю, как именно будет идти звучание у нас здесь звука. Но вроде бы я так проверял, в принципе должно быть всё более-менее нормально, поэтому, ну, если будет криво, то уже к следующему или через видео звук подправлю тогда. Поэтому заранее приношу извинения, если вдруг звук окажется менее качественным, чем я ожидаю. Итак, значит, у нас ещё по заданиям. Так, небольшой богачок опять пошёл. Так, значит, мы можем поговорить с Джаной, прежде чем вернуть в Лике Лорику. Либо можем... Так, это загадочные слухи, это не то. Да что ж ты будешь делать-то? Иногда почему-то Mass Effect, так как старая игра, он, когда в другие окна переходишь, чёрный крам показывает. Это не очень классно. Так, тебе нужно товар принести, насколько я помню. Либо сдать товар этому, главному здесь, мужику. Не помню, как его зовут. Давайте загоняем за этим товаром. Может быть, окажется что-то там полезное, если это можно будет скрыть. Блин, реально идёт синий костюм, прям вообще мне нравится. Прям есть на что посмотреть, так сказать. Если вы понимаете, о чём я. Ну да не важно. Так, приехали мы обратно в порт. И сейчас выйдем, посмотрим на наличие... Туда, направо. На наличие этой контрабанды, которую мы можем безнаказанно принести, так как мы Спектр. А Спектром всё дозволено, всё можно, у них ничего не изымают. И поэтому пошли не все в жопу, чё хочу, то и делаю. А, можем поговорить сейчас с Мацуо. Добрый день, командир. Я спрашиваю, как вы спрашиваете свое время? Ну, я пытался оставить себя busy. Это не ответственность. Не, что я действительно ожидала. У нас был в Синтетическом офисе Синтетическом офисе. Некоторые из моих офицеров убили. Ты не знал ничего, бы ты? Это был я. Это был я, на самом деле. Я понимаю. Вы любите объяснить? Они нарушили закон. Аналеис купил их. Он был уничтожен в Синтетическом офисе Синтетическом офисе для своих собственных интересов. Это все слишком верно. Сержант Стерлин был высокий мертвец. Если это правда, я не обманываю к тебе. Я напомнила моих людей о том, что принимать шоу в Синтетическом офисе. Это то, что происходит. Я обманываю твою честность, командир. Если вы извините меня, я должен написать книги, чтобы сообщить их семьи. Рад был помочь, Мацуо. Понимает меня, видишь? Вот она понимает сразу. Та блондинка, тупая курица, я ее наказал, как и обещал. То есть, я обещания свои выполняю всегда, поэтому... Пошла она в жопу. Что она, собственно, и сделала. Эй, что опять за проседание по FPS? Эй, эй, раз, 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 давай, давай. Хорош. Чё такое? Почему проседаешь? Не надо так. Так, а где-то здесь должен быть ящик же, не? Или у меня квест этот убрали уже? Блин, тут нельзя как Драганэйджи выделить, да, чтобы я мог подбирать предметы? Блин, я помню то, что он где-то здесь должен быть. Но он должен был подсветиться. Так. Может быть он уже в выполненных есть где-нибудь? Так, это не то. Это все не то, не то, не то, не то. Это не то. Что? База гетов. Фигня, 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 фигня. Наверия шпионаж. Это мы провалили? Это я помню. Так, больше тут Наверия нету миссии. Фероса, так как Наверия матрах в Бенезе. Навершил он 15. Наверия порт, код доступа в гараж. Это лорикин. А где квест, который у этого? А я дурак, я ж не забрал квеста в итоге этот. Блин, придется еще обрезать этот видос из-за того, что здесь черный экран идет и он мне показывает панель управления мою, которую я не хочу пока светить никому. Блин, ну косяк, ладно. Я сюда пришел слишком рано. Нужно было сначала забрать же квест у этого, у глиста этого. Как они там называются-то? Осьминожки эти. Высокоразвитые, высокотехнологичные осьминожки. Ляра терапортируется что-то? Синебелая команда. Ту-ру-ту-ту-ту. Я белый в белом. Она синяя в бело-синем. А он бело-синий в сине-черном. Ту-ту-ту-ту. Ворм, как обычно, несет какую-то чушь. Но нужно же что-то говорить, правильно? Так, осьминог. Я иду к тебе. Я с тобой договорюсь. А, ш-ш-ш-ш, давай сделаю. А, ш-ш-ш, давай сделаю. Этот один благодарен за спектр. Пожалуйста, не забывайте это к администрателю Аналея. Есть ли ничего еще? Я просто браузер. Этот один ждет твоего рейта. Вот теперь задание добавилось, теперь нужно идти туда-обратно наверх и забрать товар около нашего корабля. Сорян, что забыл. Сорян, что немножко затянутый такой эфир получается. Бегаем туда-сюда. Просто так. Без дела особого. Но, чё поделать. Я могу тупить. Это норма. Лифты в масс-эффекте это нечто. Это вот просто потеря некоторого времени. Без дела. Причем лифты есть, по-моему, во всех локациях абсолютно. Да ведь? Я не помню, на Ферресе были лифты? Да, на Ферресе есть лифты. Лифты есть везде. Ну, в принципе, это такой подход, скорее всего, разработчиков к отделению локаций просто на одном этапе. Вот и все. То есть, в принципе, удобный вон пакет. В принципе, довольно правильное решение. Мудрое. Для того времени. Так, коробку мы забрали. Контрабанда. Верните посылку. Мне оказалось мощное экспериментальное оружие. Так, ну чё мы можем сделать? Пойдём тогда к этой Джане. Я же Джана зовут, да, вроде? С ней поговорим по поводу этого Кина. Чё она, почему она хотела там с нами поговорить в конце прошлой серии. Может быть, она скажет, что этот Кин тоже конченый дебил, и нам лучше, ну, с ним не это, не сотрудничать и не возвращать ему те данные, которые мы забрали. Тут бы музыку поставили, а то же, скучно же совсем. Ужас. Open the door, please. Отлично. Так. Интересно, тут квест сразу сдаётся ему или нет? Тут есть F5? F5 есть, да. Так. Здравствуйте, Spectre. Ага. Have you brought the package? Кто получатель? I wanna know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. Либо ты говоришь, либо я тебе не помогаю, чувак. Всё просто. Your customer would prefer to have his package. Tell me who it's for, or I walk out. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. О-о-о-о. Это тот чувак, который говорит, проваливаете. Это тот чувак, который говорит, проваливаете. You cannot do that. Inamorda will be furious with this one. Я думаю, я с ним поговорю. This one wants the other. И всё, вольфрамы и патроны? Всего-то? Я-то думал. Так, ну ладно, давайте поговорим тогда с Дженой. Потом пойдём в бар к этому кину и с Inamorda побеседуем. Потому что этот не очень приятный Krogan хотел тут оружие получить незаконно. Это нужно решить. Мы же всё-таки спектр, мы на стороне закона. И решаем даже мелочные проблемы. А ты где? Так, я могу в принципе сдать эту херню анализу. По идее. Ещё пока. А может быть уже нет, если я их себе забрал. Фиг знает. В любом случае, идём мы к Джене сейчас. А Джена, видимо, сама уже как раз в баре и находится. Ага. Так. Это нам туда. Значит, надо бежать. Ну, Mass Effect на самом деле... Вот первая часть, она каноничная, да? Но мне всё-таки по душе больше вторая. Потому что во второй там, ну, отсеяли, так сказать, всё лишнее. И оставили только вот самое основное. Если бы там ещё сделали ролевую систему, как в этой части. То есть в плане инвентаря и прочего. Была бы вообще шикарная игра. Но нет. Они даже в третьей части этого не вернули. Там третья часть ещё немного доработали, улучшили. Но всё-таки вторая, скорее всего, мне кажется, на мой взгляд, всё-таки лучше, чем третья. Хотя на самом деле сложный вопрос. То есть... Не, первая, она шикарная игра. Но я не могу её сравнить напрямую со второй частью, например. Потому что они слишком разные получились. То есть это больше такая RPG в силе Star Wars Knight of the World Republic. Только с перестрелкой, а не мечами. А, вон она стоит. Но сначала поговорим с иномордой. Вот. А вторая часть, это уже больше как шутер с элементами RPG. Идёт. Поэтому это как два разных жанра, получается, всё-таки. А, и на морду свалил просто. Окей. То есть можно было сначала, наверное, передать товар, а потом уже и на морде это передать. Ну, ладно. Тогда не важно, не суть. Пофигу вообще нам на это. Срать на него хотели, он всё равно был мудак. Вот. Ф-5. Уоу-у-у-у-у, и почему-то здесь. В чем заключается твоя работа? А сама-то не можешь этого сделать? Ну, согласен, это логично, это тупо вопрос. Окей, но мне нужен пропуск Кина. Поддерживаю гараж. Как попасть на вершину пятнадцать? Что там вообще происходит? И что это за сигнал? Замечательно. Это все, что ты знаешь? Это все, что я имею в виду. Никто не знает, что там происходит. Ты знаешь, почему Матриарх здесь? Что-то, что делать с Пик-15. Она пришла, после того, что мы получили их код Омега. Автоматизирование об оборудовании. Она пришла с эскортом Асари-командов. Они взяли последнюю шутку до Пик-15, с большим кодом. Угу. А что в ящиках? Ты знаешь, что у тебя есть в кодом? Никакой идеи. Командовы не позволят никого рядом с ними. Они, кажется, очень тяжелые. Хм. Окей. Я подумаю. Если у тебя есть любая права, то ты поговоришь с Кейном за мной. Не повернуйся. Ты знаешь, где я работаю? Пойди поговори со мной, когда ты меня изменишь. Да, без Б. Ну, я так понимаю, нам не обязательно подходить к ней, чтобы взять задание, потому что задание мы уже взяли. И можем, в принципе, с ним уже на эту тему поговорить. Окей. Ф-5. И поехали. Здорово. Ни каких-то новостей о том, я прошу тебя посмотреть. О-а-а-а-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Дай показания против Анлейса. Я закончил работу. Но антересный инвестор протеста меня. Она хочет, что ты выжить против Анлейсу. Теперь, что ты у меня есть права, вы захватите то, как я ее использую? Я не интересую в общественном спектакле. Если нужно, то да. Дай, что я тебе скажу, или Анлейс узнает, что он хочет. Это хорошо, что у нас все наши карты на табле. Я помню, что у тебя есть. Очень хорошо. Я буду тестироваться. Сделай какие-то условия, которые нужны. Я загрузился, да. В общем, ну, блин, всё-таки я отыграю своего персонажа и хочу, чтобы персонаж соответствовал тому, чему я хочу. То есть моему поведению личному и мне не очень понравился ответ, поэтому иногда, возможно, будут такие вот загрузки во время диалога. Извиняюсь, потому что по предыстории... Ой, не то нажал, не то нажал, окей. По предыстории, ну то есть не по предыстории, а вот тому тексту, который... Убери пушку. Ой, 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 всё криво. Я забыл к оружию убирать. На коже убирается, почему он не убрал оружие? Или не на ку. В общем, по подсказкам, которые выдаются во время диалога, сложно понять, что скажет в итоге мой персонаж. То есть, как бы, да, чёрт возьми, да, давай показания и всё остальное, это меня устраивает. А когда он говорит то, что, типа, я буду использовать так, как захочу, либо отдам это нахрен Аналиясу, то... не устраивает. Ты бы стал героем, чувак. Все, кто в этой станции, в этой станции подсказки Аналияса. Ты бы стал героем. Мои работники обеспечивают на хорошую волю администрации, чтобы работать здесь. О, администрация обеспечивает Аналияса. Но мы не поверили на него, чем вы. Хорошо. Это очевидно, что я не могу вас обеспечивать. Хорошо. Я буду доказать. О, другое дело. О, ни хрена себе, прям аж два пункта добавилось. Как там добавился, интересно, пункт обаяния ещё? Устрашение, потому что, когда мы выбрали, было то же самое. Добавился прям пункт устрашения плюс этот пункт. Блин, теперь слишком большая разница, смотри, в героя отступники. Там было почти... ну ладно, хрен с ним, разберёмся. Просто суть в том, что я аж отыгрываю нейтрала. Именно нейтрала. Поэтому у меня будут большие и очень большие проблемы во второй части масс-эффекта. Потому что я не смогу там нормально отвечать уже в выполнениях основных миссий и соратников своих. То есть там обычно можно всё словами решить. Но, так как я иду обычно наравне, добро и зло, так сказать, то у меня с этим могут возникнуть трудности. К сожалению. Но, блин, я всё-таки не специально балансирую между добрым и злым, а это мои реальные ответы. Реальное моё мнение. В зависимости от ситуации она может меняться, поэтому, блин, получается такая вот нейтралка. Нейтралка. То есть подстраиваю персонажей полностью под себя. По внешности, по характеру, по движениям, по телодвижениям, по оборудованию, эквипменту, способностям и всему прочему. Вот такой вот я ролевик задрот, да. Обычно персонажи подбирают, как бы, чтобы отвлечься от реальной жизни, да, и я, наоборот, подстраиваю под реальную жизнь персонажей. Ф-5, Ф-5. Говорите. СПЕКТР. Я убедил Кина? Не ссы. Несколько наслаждений, но Кейн согласился, доказать. Ах, это мир стресса от моего бокса. Я возьму свидетельство для безопасного транспорта. Хм, я не думал, что ты бы мне помогла, быть СПЕКТР и все. Я думаю, что некоторые из вас могут быть в порядке. Как насчет гаража? Так, как мне приходить в гараж? Вдруг ты работала на Кейн, я получила тебе гараж-пасс. Будьте осторожны там. У меня есть оборудование. Я надеюсь, что мне было время менять в что-то легкое, чтобы перейти. Я не люблю одними. Хм, так тебе надо брать. Да-да-да, двигайся. Ты! Сеппер! У меня есть место, где ты перейти в оборудовании! Ты имеешь право, чтобы остаться слабым. Я надеюсь, что ты его оборудовалась. Хм, арестовать требуешь? Я запомню. Блин, еще героя дали. Ну ладно. Итак, а мы, кстати, можем его обыскать в кабинет? Просто интересно. Вдруг там что-нибудь полезное есть? Не, ну вдруг, мало ли что. Ты гляди-ка, а? Действительно есть. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Куда бы пройти-то? Сюда. Ага, четверки. Четверка, не интересно. Убокий тебя кабинет, мужик. Просто убогий. И стены здесь говно. Без обоев, без... Лярк, ты чего? Что случилось? Что такое? ты просто греешься я понял хорошо не буду мешать грейся на здоровье так а мы тем временем отправляемся наружу этого здания направляемся к вершине 15 чтобы там уже решить данный наш вопрос по поводу того что тут делают мудряк бенезе где у нас сука сарен и че вообще на этой вершине 15 произошло вдруг там что-то серьезное шепард нас бежит с перекошенным телом почему-то он любит так бегать и ходить особенно во второй части это будет заметно но да хрен бы с ним я пошел не туда здесь у нас бар выход нас там шепард ну давай иди нормально спорта жить и не хочет все равно перекошенный ходит но ты ладно может плечо болит может быть оружие тяжелое почему нет так ладно идем значит мы сюда гаражу садимся в мака и выезжаем оттуда нафиг привет а у меня пропуск есть спасибо за заботу сохранение прошло да 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 гетты ты смотри а но точно здесь бенезе ага еще бы вау я мимо стрельнул а чёрт труд а чё вы сдохли то а ребят встаньте пожалуйста воу-воу-воу слышь ты со своим этим уйди блин рывком подвинься подвинься нет 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 не убьете вы меня суки мы не могу целиться пока пока я в этом да при смерти окей убейте его он по мне попадет я сдохну суку летел ща попадет я сдохну уходи отсюда скорей давай отхиливайся вот когда прошло чё такое чё орешь а это ты мацу привет попал за саду гетов вот и все из ящиков бенезе мы не торопились просто еще их там до хрена что ж на сколько много без проблем я сделал все что было в моих силах так если здесь какие-нибудь сундуки есть это хорошо это мы подберем так 45 у нас там идет так это бочки больше вроде сундуков тут нету их по крайней мере не вижу окей что ж садимся в любимый мака который за которой интересно играть в котором интересно ездить и кататься когда ты проходишь сюжетную миссию и выезжаем наружу я не помню здесь будет прогрузка локации или прям выезд сразу чистый а прям чисто вы смотри окей на этом мы тогда сохраняемся и завершаем данную серию всем кому понравилось смотрите дальше подписывайтесь на канал комментируйте видео ставьте лайки смотрите другие плейлисты всем удачи всем пока удачи всем пока удачи всем пока Продолжение следует...